Всем привет, с вами Рублёв. Сегодняшнее видео про новенькие 4080 и 4090, которые наконец-то нам представили Nvidia. Ну а сперва перед началом ролика я рекомендую вам подписаться на этот канал, так мы сможем не потерять друг друга, а также поражать лайк, что поможет мне в продвижении контента и создании нашего собственного комьюни. Я могу гарантировать и обещать стабильно интересный контент на канале. Если вам интересно, оставайтесь тут. Итак, давайте переходить к ролику. Итак, зелёные во главе с Хуангом представили новенькие мощнейшие видеокарты. Мастодонты индустрии 4080 и 4090. 4080 была представлена в двух вариациях видеопамяти 16 и 12 гигабайт. Однако стоит учитывать, что на 12 гигабайт она слабее, чем на 16. Ну что логично. Там меньше CUDA ядер, меньше видеопамяти, меньше RT ядер и прочих надстроек, функциональность. 4090 просто мощнейшая лютая и зверская видеокарта. Заявленная мощность в определённых задачах с приростом в 2-4 раза мощнее, чем аналоги на поколении 3000 серии. Соответственно, у 4080 и 4090. Также заявлена поддержка и новая фича, которую я пытался предсказать в своём видео до этого и успешно предсказал. Это DLSS 3.0. Теперь DLSS будет давать ещё больше кадров в секунду. Просчёты будут генерироваться нейросетью и заполняться пробелы будут путём подбора похожего ключевого кадра. И не будет система ждать ответа процессора, как заявил Хуан. Что очень интересная технология, как я понял из презентации и обзоров других техноблогеров. Поддержка DLSS 3.0 будет только на видеокарточках поколения 4000, но никак не на поколениях старше, чем на вовыше. В эталонном исполнении новинки во многом повторяют дизайн предшествующих моделей. Видеокарты 4000 серии используют графический процессор на новой архитектуре Ada Lovelace, про который я уже рассказывал на своём канале. Чипы имеют до 76 миллиардов транзисторов и производятся по 4-наномиллиметровому техпроцессу TSMC N4. Ключевые особенности новой архитектуры – третье поколение RT-ядер и четвёртое поколение тензорных ядер. Компания сообщила, что новые видеокарты на архитектуре Ada Lovelace поддерживают технологию масштабирования разрешения DLSS 3.0, которая значительно улучшает производительность игр. Пару слов про флагмана 4090, а также видеокарты 4080 двух разных версий, плюс скажу о дате выхода и появлении на рынке, и более конкретно про технические характеристики. В основе флагманской видеокарты 4090 лежит графический процессор AD102-300 с 16384 ядрами CUDA. Заявленная частота его работы составляет 2520 МГц. Теоретически производительность видеокарты в операциях одинарной точности составляет 82,6 ТФ, а это больше в 2,3 раза выше, чем у предшественника на архитектуре Ampere, то есть GeForce RTX 3090. Новая видеокарта получила 24 ГБ памяти GDDR6X с поддержкой шины 384 бита, эффективной частотой 21 ГГц и пиковой пропускной способностью на уровне 1 ТБ секунды. Заявленный показатель энергопотребления новинки составляет 450 Вт, что на 100 Вт выше, чем у GeForce RTX 3090. По словам Дженсона Хуанга, GeForce RTX 4090 до 4 раз производительнее модели RTX 3090 Ti, что просто невероятное число, невероятный процент, этого реально очень много. Вопрос, как применить всю эту производительность, но об этом можно снять отдельное видео. Что касается движка Unreal Engine 5 и так далее. В продаже GeForce RTX 4090 появится 12 октября. Ее рекомендованная стоимость составляет почти 1600 долларов, 1599. Вместе с новым флагманским ускорителем Хуанг представил две карты, имеющие одинаковое название, но обладающие разными техническими характеристиками. Первая – это RTX 4080 на 16 ГБ видеопамяти. В ее основе используется урезанный в половину процессор AD103300, в котором находится 9728 CUDA-ядер. Работают они на частоте 2505 МГц, карта получила 16 ГБ видеопамяти, GDDR6X все той же, с разрядностью шины 256 бит, скоростью 22,5 Гбит в секунду на контакт, эффективная частота 22,5 ГГц и пропускной способностью на уровне 720 Гбит в секунду. Заявленный показатель энергопотребления новинки составляет 320 Вт, что, понятное дело, меньше, но все равно довольно-таки много. В продаже данная модель появится в ноябре. Ее рекомендованная стоимость составляет 1200 долларов. 1199, если быть точнее. Ну, цена я округляю в большую сторону, специально, чтобы сразу было понятно, какая цена. То, что должно было стать моделью GeForce RTX 4070, в итоге было представлено под названием GeForce RTX 4080 12 ГБ. Эта карта использует графический процессор AD104400, с которым находится на борту которого 7680 CUDA ядер, которые работают на частоте 2610 МГц. Также ускоритель получил 12 Гб памяти GDDR6X с разрядностью шины 192 бита, скоростью 21 Гбит в секунду на контакт, и показателем пропускной способности на уровне 504 Гб в секунду. Заявленный уровень энергопотребления новинки составляет 285 Вт, что хороший показатель, в принципе, для видеокарты такого уровня. NVIDIA оценила эту модель в 900 долларов, 899, если быть точнее, на доллар меньше, чем я назвал. В продаже она тоже появится в ноябре. Производитель заявляет, что уровень производительности обеих GeForce RTX 4080 в 2, а то и в 4 раза выше, чем GeForce RTX 3080 Ti. Ну, это надо будет ждать реальных тестов, чтобы увидеть, как эта видеокарта показывает себя в различных задачах. Будем ждать тестов и посмотрим. Спасибо, что смотрели видео до конца. Если видео вам понравилось, можете поставить лайк и оставить комментарий. Также предлагайте свою тему для ролика. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Также подписывайтесь на мои другие каналы. Ссылка есть в описании к видео. Рекомендую посмотреть два этих ролика. Они должны вам понравиться. Всем спасибо и всем пока-пока-пока.